Птица Домашняя Зерна смесь Так вот я задался этим вопросом На просторах интернета Бытует много информации Но по этой теме существует уже такая Твердая устоявшаяся позиция Что если птицу в этот самый продуктивный период 40-50 дней вы не подняли То потом ее поднять уже невозможно Все, ее считайте уже надо списывать Недавно мне задавали На подобную тему вопрос Ну как недавно, месяца два наверное или месяц назад Ну я примерно в таком же ключе и отвечал И многие из вас примерно так же считают И так же отвечают Так вот для того, чтобы либо подтвердить Либо опровергнуть это устоявшееся мнение Я решил провести еще один эксперимент Как вы помните По следам вот уже Выбор лучшего рациона для бролера У нас было две группы задротов Две группы, которые содержались Один на бюджетном комбикорме От казанского Производителя сельхозмаркета А другая у нас содержалась На домашнем рационе Так вот кто-то мне как-то спросил Как себя чувствуют бролеры На бабушкином питании Я хочу сказать, что Бабушкино питание продляет жизнь Эта группа у нас до сих пор жива Здравствует и бодро себя чувствует Они даже летают И такие преграды высотой полтора метра Запросто перемахивают Так вот, что я сделал Две эти группы Я немножко перетасовал Одну из них В количестве 11 голов Я оставил Для получения инкубационного яйца Это у нас будет Еще один такой эксперимент Долго играющий Я уже говорил о нем Я попробую получить Инкубационное яйцо С тем, чтобы потом Поднять Цыплят этих И посмотреть, насколько они повторят Продуктивные способности Своих родителей Будет ли расщепление И все такое И все прочее Бла-бла-бла-бла-бла В общем И вторая группа Как раз Она была у нас У меня в количестве Пяти петухов Именно петухов я туда В эту группу отсадил Которых я и решил поднять На хорошем комбикорме А именно на Богдановича На старт ПК-5 Эксперимент этот У меня начался В возрасте Когда птице было 50 дней То есть до 50 дней Они содержались Вот на этих плохих кормах И с 50 дней Я перевел их И в течение месяца Держал на ПК-5 Старт Свешивание я производил Примерно каждые 10 или 15 дней Поэтапно Все это Все это вы сейчас увидите Но сейчас вот Уже такая конечная Финальная стадия Когда птица в течение месяца На сегодняшний день Птица Так, на сегодняшний день Птица содержится 32 дня На этом ПК-5 Ну сейчас вы все Сами увидите 60 дней возраст птицы 10 дней Как я перевел ее После бабушкиного питания На старт ПК-5 Вот надо было ему в тазик запрыгнуть 2400 2400 2250 Вот самый крупный 2650 Самый мелкий Полтора килограмма Вот это та самая группа Которая у нас осталась Для получения инкубационного яйца В принципе птица На данный момент Ей Сколько у нас? Два месяца Она выглядит неплохо Она выглядит неплохо Она нормальных размеров Таких Кормлю я ее Примерно как мясо яичных птиц То есть у них Тот комбикорм Который есть Он присутствует у них Не вдоволь А в таком В ограниченном В ограниченных количествах Для того, чтобы птица Конечно же не перебирала Так, немножко ее впроголодь держу Можно сказать Ну даже несмотря на это Птица нормальных размеров Сейчас мы взвесим Для сравнения Вот эту птицу Которая Содержится у нас По-прежнему на домашнем рационе И взвесим тех самых петухов Которые у нас В течение месяца Восстанавливались Или которых мы поднимали На ПК-5 Ну а теперь посмотрите Вот на этих петухов Почувствуйте разницу Что называется Сейчас мы взвесим Сначала крупных и мелких Из тех, что содержатся у нас На домашнем рационе Это опять же для сравнения И потом будем производить Взвешивание тех самых петухов Ради которых Собственно это видео Сегодня и создавалось Так Один петушок Так, вес 4,8 кг Так, пять Пять Триста пятьдесят Так, четыре Восемьсот А вот это вот внимание По-моему это он Да Это он Этот петушок весен у нас Из группы бюджет По-моему из группы бюджет Который весил в 44 дня 500 грамм С живым весом Вот этот вот самый петушок В 44 дня Весил 500 грамм То есть это можно посмотреть В видео В четвертой части Выбор лучшего рациона Для бройлеров Вот самого задрота Одного последнего Я взвешивал Это он Да, и вот он самый мелкий Среди них 4 4,100 Вот это вот самый мелкий Петушок 4,100 Который хромал Плохо ходил Так Держатся На бюджетном Вернее Те что содержатся у нас На домашнем рационе До сих пор Вот петушок Весит 2,100 До 200 2,300 2,300 Так, вот это вот Из группы На домашнем питании Это вот тоже такой Крупный Может сказать Петушок Но если Применимо к ним Это слово Крупный Он весит 2,600 Вот курочку На сравнение Еще взвесим 2,200 И взвесим Самую мелкую Есть тут у нас Самая мелкая В возрасте 50 дней Она была примерно Такого же веса Как вот Как тот петушок Которого мы Откормили сейчас До 4 с лишним Килограмм Они были Примерно одинаковые Кило 550 На сегодняшний момент Птицы 82 дня Это вот Чтобы не ошибиться С 50 дней Я ее перевел На ПК-5 В течение 32 дней Она вот Достила Тех весов Вот которые Вы сейчас увидели То есть Ну можно сказать Что еще один Из самых распространенных Мифов Тиражируемых В интернете На просторах Там Ютьюба В различных Птицеводческих Форумах Он Ну вот На практике Он Не выдерживает Никакой критики То есть Птицу после 50 дней Можно поднять Но естественно Для того чтобы Птицу поднять Нужны хорошие корма Это уже Не первый Такой вот Не первый Такая вот Ну в кавычках Истина Которая На практике Не выдерживает Никакого подтверждения То есть Если Так вот Немножко отвлечься От данной темы Можно сказать Что Когда я Начал заниматься Птицей Я помню Про цесарки Я читал то Что птица Это несется Только в Каких-то таких Вот Скрытых от людского Глаза местах То есть Какие-то надо Завалы создавать То есть Под кустами Где-то Под бревнами В общем Там где не видно У меня же цесарки Неслись в одно гнездо С курами То есть Не то что Они садились отдельно Они залезали туда Третий Четвертый И пятый К разряду Таких же мифов Можно отнести Ну которые Опять же Мною лично Были проверены То что Маленьких индюшат Надо кормить Обязательно С мягкой поверхности Иначе они Могут получить Сотрясение мозга Согласитесь Вообще Из-за разряда Бреда Вот Причем Подобное Я видел Подобное Я слышал От блогера Которая Уже в возрасте И индюками По моему Занимается Не первый год Если вы помните Я где-то там Уже такое Кальция Проанализировав С людьми Посоветовавшись Поговорив Тогда Это был Об этом ролик Я специально делал Мы пришли к выводу Что Прямой связи Тут нет Она есть Такая Но опосредованная В основном Там Причины Совершенно в другом Кроются Если кому Интересно Посмотрят Да Вот Немножко Хотелось бы Сказать Так Отвлеченные Темы Во-первых Вот Леонид Фадеев В комментариях К ролику О ЗОЖ Но были еще Такие комментарии Тоже в принципе Подобные Что Кому-то Интересна Вообще Такая тематика Деревенского Фитнеса Недавно На канале Гном Волга Вышел еще Очередной Для него Ролик На тему ЗОЖ И вообще Таких вот Физических нагрузок В домашних условиях Я подумал Что может быть Действительно Такую тематику Развить Потому что И читая ваши Комментарии Вижу Что эта тема Находит у кого-то Отклик Потом Еще Вот Как бы Вся эта тема С комбикормами Натолкнула меня На мысль Сделать Реестр рабочих кормов Рабочих И нерабочих кормов В принципе Я этой мыслью Делился в нашей группе В ВК Даже меня там Поддержали Вот в частности Канал записки Михалыча Эту тему Так немножко С ним Переперли Если можно так сказать Вот Я думаю Что она найдет У вас отклик Но как бы Идея сама есть Но конкретной Концепции Воплощения ее У меня Честно говоря Нет Вот я Хотел бы к вам Обратиться Может быть Кто-то Как-то подскажет У кого-то Есть какие-то мысли По этому поводу Скорее всего Все это Будет выстраиваться По каким-то Отзывам Каким-то Возможно Отчетам Видеоотчетам Фотоотчетам В нашей группе Вконтакте Просто из ваших Комментариев Но дабы Отсеять Какие-то Вот такие Фейковые Фейковые Комменты И отзывы Вот как-то Эту работу Надо более-менее Тщательно Продумать Вот я К вам К подписчикам К гостям Канала Обращаюсь За советом За просьбой Подскажать мне Как реализовать Эту мысль Я думаю Вообще В принципе Она должна быть Востребована Ну как вы поняли Птицу можно Восстановить После 50 дней Конечно До этого Лучше не доводить Потому что Иначе Вы тратите Напрасно время Напрасно время И все-таки Вот этими Пустыми кормами Когда вы кормите Вы все-таки Как бы то ни было Тратите лишние Финансовые средства Лучше Перед тем Как завести птицу Все-таки Промониторить рынок Пообщаться с людьми Узнать Какие корма Наиболее Наиболее Продуктивные Которые дают Хорошую отдачу Результаты В общем К выращиванию бройлеров Надо подходить Не так быстро С кандачка А как то Все-таки Более-менее основательно В общем Всем кому видео Понравилось Ставьте лайки Если кому то не понравилось Дизлайки Задавайте вопросы Комментируйте Всем спасибо До свидания